Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «Тема дня». С вами сегодня Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Тем более, говорить сегодня мы будем о очень насущной теме, теме, которая касается каждого из нас, это коронавирус. Мы работаем сегодня в экстренном режиме. Большинство наших телезрителей, наших земляков находятся на карантине. Представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Александр Анатольевич Евдокимов, заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС России по Тверской области. Александр Анатольевич, здравствуйте. Многие зададут вопрос, где МЧС и где коронавирус. Мы ответим на этот вопрос. И Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области. Александр Сергеевич, здравствуйте. Итак, уважаемые друзья, встречаем эту неделю в непростых условиях. В Верхнево уже продолжается карантин. Александр Сергеевич, давайте объясним людям, вот сначала, на ваш взгляд, чем вызвана необходимость, и поможет ли эта самоизоляция, о которой мы сейчас говорим, самоизоляция жителей Тверской губернии от надвигающейся заразы, и зачем это нужно? Да, на самом деле в нашем регионе действует режим повышенной готовности, и это обусловлено угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Тот режим, на который переведен наш регион и ряд других субъектов Российской Федерации, он оправдан. И он пока еще не перешел в статус карантина, когда полностью ограничивается перемещение граждан между населенными пунктами, когда блокируется сообщение междугородных перевозок и перемещение внутри города. Мы говорим о том, что у нас граждане находятся в режиме самоизоляции. Самоизоляция — это не есть карантин. Это не есть карантин, это самоизоляция. Для чего эта мера предпринимается? Для того, чтобы максимально ограничить контакты населения друг с другом, и в первую очередь с теми людьми, которые потенциально могут быть инфицированы новой коронавирусной инфекцией. Эта мера может быть непопулярной, но она эффективна, и она на сегодняшний день необходима. Мы вводим ее не потому, что у нас ситуация сейчас выходит из-под контроля. Наоборот, эта мера введена региональным правительством для того, чтобы этот контроль над ситуацией как раз-таки сохранить и предотвратить распространение эпидемии, предотвратить и сдержать темпы роста нового числа заболевших. И это реально должно помочь, на ваш взгляд? Нет. Учитывая закономерность развития эпидемии, мера разобщения оправдана и эффективна. Потому что в любом случае мы действуем на одно из звеньев эпидемического процесса. Мы разрываем путь передачи инфекции. Если от человека к человеку не происходит передача, новые случаи просто отсутствуют. Люди не заболевают. Поэтому рекомендация всем гражданам максимально находиться в режиме самоизоляции дома. Для этого были объявлены правительством и президентом выходные дни в течение этой недели. И вполне вероятно, что они, может быть, и продлятся дальше. Учитывая ситуацию, нам необходимо сохранить контроль над ней и минимизировать количество новых зарегистрированных случаев. Потому что если это не будет происходить, мы все видели, что происходит на выходных. Была хорошая погода. Это ужасно. Ну, просто-напросто, Александр Сергеевич, мы сейчас ограничили понятие карантин и самоизоляции. А здесь люди не понимают, что эта самоизоляция равно понятию каникулы, выходные дни. И решили, что есть дополнительные выходные. Почему бы не поехать на шашлык и на природу? Извините, у нас есть телефонный звонок. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана Николаевна. Да, Светлана Николаевна, ваш вопрос. У меня вопрос. Внук у меня учится в Суворовском училище. Пятый класс. Детей не распускают. Где гарантия, что вот приходит взводный, он общается со своими родственниками. В маске он, не в маске. Кухня готовит, у них еду, тоже непонятно, в масках, перчатках. То есть вы переживаете за состояние здоровья вашего внука и сотен других? Да, дети там, 20 человек во взводе, весь этаж там их 80 человек. Когда говорят, что дети должны разъединенно, школы закрыли, все закрыли, пик у нас идет. А что же детишек-то наших не отпускают, все держат? Понятен вопрос. Светлана Николаевна, спасибо за звонок. Итак, это касается тех, кто находится в условиях казармы и самоизоляция от общества, скажем так, да? Ну, в любом случае, Суворовское училище, оно находится в ведении, наверное, Министерства обороны, где также есть своя собственная противоэпидемическая служба. И те рекомендации, которые равны для всех, там, соответственно, также они исполняются. И говоря о самоизоляции, то внутри казармы и внутри вот этого училища организован режим дезинфекции, организован наверняка мониторинг. То есть это те меры, которые должны быть проведены с целью минимизации риска возникновения случаев заболевания. Не только коронавирусной инфекции. Ведь сейчас же еще мы говорим о гриппе, об ОРВИ. Грипп, ОРВИ, конечно, их никто не отменял. И поэтому внутри закрытых коллективов эти мероприятия, я имею в виду противоэпидемические мероприятия, они обязательны и они проводятся. Что касается, как Светлана Николаевна сказала, что может прийти взводный, который так или иначе имеет возможность выйти за пределы этого образовательного учреждения, наверняка командованием приняты меры по контролю их состояния здоровья, своеобразные фильтры, которые обеспечивают контроль и температуры, и наличие симптомов инфекционного заболевания с целью своевременного выявления и выведения таких лиц из коллектива. Но вы считаете, что здесь такая самоизоляция тех же суворовцев, она будет более эффективна, да, чем ребят бы распустили по домам и неизвестно, как бы еще они самоизолировались? Но здесь уже, конечно, Министерство обороны решает. Конечно, это ведомство, которое принимает решения, и в данной ситуации, наверное, эта мера на сегодняшний день оправдана. Вот мы находимся сейчас на работе, мы как бы должны работать на переднем крае. Александр Анатольевич, у вас, наверное, это тоже, у вас маски измеряют температуру, да, в МЧС тоже предприняты всевозможные? Да, естественно, у нас измеряют температуру, то есть в течение дня несколько раз мы все ходим в масках, это сейчас мы их сняли здесь, вот, ну, из-за прямого эфира. У нас идет обработка антисептиком всех дверных ручек, также обработка антисептиком на входе обуви происходит. И обувь тоже. Да, мы сейчас даем все абсолютно тесты на вот коронавирус, вот, буквально вчера я сдавал сам тест. Это и у здоровых людей? Не подтвердился. Ну, кто, вот, как бы считается здоровым, да, тесты можно брать, да? Ну, на сегодняшний день у нас обследование проводят, во-первых, те, кто имеет тот или иной эпидемиологический анамнез, то есть приехали из-за рубежа, либо имеют контакт с подтвержденными больными. То есть это группа риска? Это не группа риска, это, скажем так, те, кто у нас в первую очередь попадает под подозрение на новую коронавирусную инфекцию. И только сегодня главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Юрьевна Попова сказала о необходимости еженедельного мониторинга на новую коронавирусную инфекцию медицинских работников, которые имеют непосредственный контакт и обеспечивают оказание медицинской помощи лицам с коронавирусной инфекцией или с подозрением на коронавирусную инфекцию. Что касается других ведомств и служб, которые, несмотря на объявленные выходные дни, продолжают в штатном режиме свою рабочую деятельность, то это, естественно, оправдано, и так или иначе мы потенциально можем быть в контакте, выполняя свои должностные обязанности, инструкции. И если такая возможность имеется, она на сегодняшний день имеется, и мы наращиваем лабораторную базу для того, чтобы обследовать как можно больше лиц как с симптомами инфекционного заболевания, как имеющие эпидемиологические анамнезы или бывшие в контакте, так и здоровых лиц, которые потенциально могли иметь контакт с больным человеком. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, это буквально три минутки. Не переключайтесь, мы снова будем в этой студии, и задавайте свои вопросы. Телефон для связи 300-190, не переключайтесь. Мы вновь в эфире, уважаемые друзья, сегодня говорим о коронавирусе в том числе. Задавайте свои вопросы, 300-190. Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области, сегодня отвечает на ваши насущные вопросы. Александр Сергеевич, мы говорили о режиме самоизоляции, о том, чем он отличается от карантина и чем он отличается от каникул. А важно, чтобы в наш Тверской регион не приезжали из других областей, ведь каждая область вводит какие-то свои режимы по ситуации. Ну, говоря о режиме самоизоляции, мы подразумеваем работу по разобщению контактов. То есть мы таким образом пытаемся создать некоторые разрежения в обществе нашем, чтобы предотвратить дальнейшую передачу инфекции. Потому что много было информации о том, что климат влияет на жизнеспособность вируса. Да, 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 как раз был вопрос у меня такой, жарко, холодно, может быть, он как таракан и боится мороза. И на эпидемические проявления с этим связаны, но мы видим опыт других стран, в частности Соединенных Штатов Америки, где, несмотря на куда более теплый климат, тем не менее, Соединенные Штаты на сегодняшний день на первом месте по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. Давайте прервемся на секунду. У нас есть еще один телефонный звонок. Говорите его в эфире. – Здравствуйте. – Добрый день. Можно, да, говорить? – Да, да, да. – Меня зовут Елена Павловна. – Елена Павловна. – Я проживаю в жилом комплексе «Атлант», это Склицково, 27, корпус 1. Ну, у нас дом еще новый, с 17-го года. Вот, сейчас мы находимся в режиме самоизоляции, на работу не ходим. Значит, нас очень беспокоит введение отделочных работ. Вот, в нескольких квартирах ведется активная отделка, значит, перфоратор целыми днями, грохот. Вот, бригады, в том числе и узбеков, и они никак не реагируют. Может ли кто-то какие-то запретительные меры на период самоизоляции, потому что находиться дома невозможно. – Спасибо большое, Елена Павловна. Это, опять же-таки, про то, что люди эти выходные пытаются использовать по максимуму для своих личных нужд. – Да, ну, вот для того, чтобы эту проблему решить, наверное, все-таки нужно выходить на руководство ТСЖ или управляющей компанией, говорить об этом, и уже в установленном порядке они будут принимать меры к воздействию на тех, кто нарушает режим спокойствия или вот тот режим самоизоляции, который был установлен правительством с введением выходных дней и прочее. Это находится вне введения, конечно, медицинской службы, но тем не менее… – Ну, возможно, и участковому сообщить, да, справедливо. – И в жилу инспекцию обязательно. – Да, и в жилу инспекцию надо позвонить. Вы, наверное, слышите нас, Юлиана Павловна, вот советы, куда необходимо звонить и сообщать, потому что, действительно, это непорядок. – Конечно, когда у людей отсутствует комфорт в том месте, где они пребывают либо проживают, соответственно, все эти факторы толкают на то, чтобы нарушить этот режим, который, по сути, сейчас – это не блажь, это не чья-либо прихоть, это наша с вами необходимость. Это та мера, которая на сегодняшний день является одной из немногих, которая, на самом деле, может нам помочь управлять эпидемическим процессом, управлять этой инфекцией. У нас нет специфического лечения, у нас нет специфических средств профилактики, а именно вакцины. И до того момента, пока эта вакцина появится, наша задача – сдержать распространение инфекции, сделать количество заболевших людей минимально возможным, чтобы их было не так, как в Италии, в Германии или, как, например, сейчас в Соединенных Штатах Америки, для того, чтобы у наших компетентных служб, у научного российского сообщества была возможность создать эффективные способы профилактики. А для этого нужно просто находиться дома, просто не выходить на улицу, просто ограничить общение на вот этот период времени, просто, что называется, по-русски говоря, перетерпеть. Хотя бы неделю первую, да, которая сейчас объявлена. У нас есть еще один телефонный звонок, говорите, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я вот водитель-международник, и вот хотел уточнить, много всякой информации. Вроде, ну, приехал я с Грузии, и меня вот посадили на карантин. А как вот быть дальше? Вроде... Вы... Вас наблюдают медики? Алексей? Ну, вот Алексей уже отключился. Вот такая специфическая работа, и, к сожалению, к счастью, ну, жизнь такова, у нас много представителей разных специальностей, которые вынуждены уезжать за пределы. На сегодняшний день, по информации, на основании письма руководителя Роспотребнадзора федерального, водителей большегрузных транспортных средств, которые обеспечивают международные перевозки, под медицинское наблюдение помещаются только в случае проявления у них симптомов. Но здесь нужно понимать, что риск так или иначе есть. То есть люди выезжают за рубеж, люди потенциально контактируют с теми, кто может быть инфицирован, приезжают в Российскую Федерацию. При этом были случаи и примеры, когда они, основываясь на информации письма Роспотребнадзора, так или иначе пытались уклониться от медицинского наблюдения, даже при появлении у них симптомов. Поэтому в данной ситуации нужно проявить сознательность, все-таки гражданскую ответственность и понимать, что если есть проявление инфекционного заболевания, температура, кашель, насморк, то есть любые признаки острого респираторного заболевания, то, соответственно, в данной ситуации нужно обратиться за медицинской помощью. В первую очередь. Тем более понимая и зная о том, что был выезд за пределы Российской Федерации. Ну, Алексей сказал, что он уже на карантине. Значит, сколько это вообще-то длится, если не будет симптомов? 14 дней. Две недели. У нас медицинское наблюдение занимает 14 дней. Дома? Человек находится дома? Дома, либо при появлении симптомов. А, ну да, если симптомы, то это обязательно сразу же врачу. Соответственно, да, по решению врача может быть проведена госпитализация такого человека. У нас еще один телефонный звонок. Говорите, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ольга Ниловна. Да, Ольга Ниловна. Вопрос простой. Когда будут в продаже маски? В маске. Так, хорошо, спасибо. Вопрос как раз, что называется, с языка у меня сняли. Потому что вот в некоторых организациях выдают, но вот сколько я раз обращалась в аптеку, это бесполезно. Что можно сказать? И помогает ли эта маска? На сегодняшний день, да, есть ситуация, связанная с дефицитом, в том числе и масок медицинских, но и руководство региона, и руководство страны принимают все возможные меры для того, чтобы этот дефицит сократить. Есть информация о поставках из-за рубежа. Та же Китайская народная республика сейчас готовит к отправке целую партию средств индивидуальной защиты, в том числе и маски медицинские, для того, чтобы обеспечить, в первую очередь, конечно, медицинские учреждения, которые находятся на переднем рубеже. Ну и, соответственно, аптечную сеть. По срокам я, к сожалению, ответить на этот вопрос не могу, но я так понимаю, что этот вопрос решится в кратчайшие сроки. Я думаю, что надо еще раз обратить внимание руководству нашего региона на эту проблему, что проблемы существуют, и нам на горячую линию поступают звонки, и большая часть этих звонков связана именно с масками. Кстати, маски, насколько они эффективны? И кому их нужно носить? Маска, в первую очередь, эффективна для человека с признаками инфекционного заболевания, для того, чтобы ограничить распространение инфекции при кашле, при чихании, совершенно верно. Но, тем не менее, рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации говорят о том, что при посещении людных мест, при походе в магазин за покупками, использование медицинской маски не будет лишним, потому что это создает дополнительные условия защиты и гарантию того, что эта маска защитит от инфекции. Александр Анатольевич, Вы тоже, Вы проверкой проводите, как изменилась работа МЧС в этих критических условиях? Да, скажем так, довольно-таки кардинально она изменилась. Мы с 19-го числа приостановили все проверки объектов, имеется в виду и объекты социальной сферы, и какие-либо школы, и объекты экономики, все объекты приостановили. Но мы, естественно, не приостановили проверки территорий, поселений, СНТ, которые связаны с соблюдением требований пожарной безопасности в пожароопасный период. Да, это очень актуально, особенно это было актуально на предыдущей теплой неделе. Ну, просто сейчас временное похолодание, потом пойдет. Ну, сейчас, да, мы получили небольшую передышку, вот я хочу привести небольшую статистику. У нас уже более 460 ландшафтных пожаров произошло, площадь уже достигла 1000 гектаров. 1000 гектаров, это по области? Это общая площадь, пройденная огнем, да. Вот, в частности, допустим, взять 23 марта, 24 пожара, 24, 31, потом 85, 98, 70, 47. Вот, в общей сложности набралось очень много пожаров. Поэтому, что мы делаем? Мы проводим, ежедневно проводим рейды по сельским поселениям. В масках? Вы соблюдаете все в масках? Естественно, в масках, в том числе мы проводили эти рейды и выходные дни. Вот, мы при проверках рейдов, ну, обращаем внимание, естественно, на пожарную безопасность, это в первую очередь. И, во-вторых, на соблюдение гражданами вот той самой изоляции и вообще на их поведение, которое вот введено постановлением правительства. Да, каким-то образом отмечаете, что, допустим, раньше граждане снижились, значит, приехали из другого региона? На особом учете они у вас? Ну, конкретно вот этот учет, который по прибытию граждан из других регионов мы не ведем, но мы видим, что их довольно-таки много, в большинстве своем эти граждане соблюдают порядок нахождения, ну, вот приехал он с деревни, он там находится в этой деревне, да. Ну, то есть можно, да, так, Александр Сергеевич, если ты приехал, допустим, на дачу из деревни, то сиди там и не выходи. Конечно. Но есть, конечно, отдельные случаи, когда и кто-то там употребляет и спиртные напитки, куда-то там выезжает, выходит. Да, естественно, мы пресекаем такие случаи, обо всем этом докладываем. У нас есть еще один телефонный звонок, говорите в эфире. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Дмитрий. Дмитрий, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Какие меры принимаются в Советском Сельской области в отношении организаций, которые своих сотрудников как бы добровольно, принудительно предлагают выйти на работу? То есть, мягко говоря, не рекомендуют уходить, да, на режим самоизоляции? Да. Ну, если рекомендуют, то, говорит, ну, можете уйти, но не облачивается. Или можете взять больничный. Ага. То есть, говорят о неоплате. То есть, это прямое нарушение, как мне кажется, да, Александр Сергеевич, если заставляют приходить на работу? Ну, здесь скорее вопрос к трудовой инспекции, да, какие санкции грозят за нарушение положений постановления губернатора и правительства Тверской области. Здесь все зависит от организации, потому что медицинские организации и медицинская служба продолжают работать в штатном режиме без выходных, без каких-либо праздников. Это тоже относится и к ряду других служб. Но если объявлены выходные дни, и, скажем, это предприятие среднего или малого бизнеса, не связанное с медициной, или, ну, так или иначе, люди должны уйти на работу, но по инициативе работодателя принуждаются все-таки к посещению своих рабочих мест, то тут нужно этот вопрос поднимать, и, наверное, все-таки на уровне трудовой инспекции, потому что, так или иначе, это нарушение дисциплины и вот этого введенного режима самоизоляции. — Александр Сергеевич, объясните, пожалуйста, нашему населению, в чем разница между эпидемией и пандемией? В каком случае это называется так, а не по-другому? — Эпидемиологические понятия, они очень четко между собой разделяются, потому что, как только появляется инфекционная болезнь, могут быть единичные случаи, может быть вспышечная заболеваемость, могут быть эпидемии. Но сейчас мы говорим о пандемии. Пандемия подразумевает под собой ситуацию, когда инфекционной болезнью охвачено большинство стран мира. — Все планеты. — Да, континенты. Поэтому сейчас это закономерно, и Всемирная организация, соответственно, объявила ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции пандемией. Потому что, да, у нас сейчас инфекция присутствует на всех континентах. Большая часть стран так или иначе вовлечены в эпидемический процесс распространения коронавирусной инфекции, и здесь ситуация далеко уже вышла за пределы эпидемии. Но, несмотря на столь грозно звучащую терминологию, мы говорим о том, что в Российской Федерации, в частности в Тверской области, предпринимаются все необходимые меры для сдерживания распространения инфекции. И Министерством здравоохранения, и Роспотребнадзором, и Росздравнадзором эта готовность обеспечивается в части полномочий, которыми наделены эти ведомства. На сегодняшний день организованы госпитальные базы для того, чтобы обеспечить размещение и пациентов, и людей, кто выявляется с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Управление Роспотребнадзора со своими подведомственными учреждениями обеспечивает лабораторную поддержку, лабораторное обследование лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Госпитальная база, которая предусматривается для размещения лиц с подозрением и больных, и те медицинские учреждения, которые перепрофилируются на случай поступления новых пациентов, и большого количества пациентов, они готовятся совместно и с Министерством здравоохранения, с Управлением Росздравнадзора. Работа проводится колоссально. Часто задают вопросы, какие же меры в Тверской области проводятся, потому что население не видит этой работы. Но это как и невидимый фронт. Но это невидимый фронт, да, и работа проводится достаточно серьезно. Поэтому на сегодняшний день медицинская служба обеспечивает эту самую готовность к тому, если ситуация начнет меняться кардинально и стремительно. Но те меры, которые вводятся, я вот повторяюсь постоянно, они необходимы для того, чтобы сдержать распространение и не допустить перехода ситуации в критическую. Некоторые нам звонят, тоже говорят, от нас что-то скрывают. Не может быть, что у нас такое небольшое количество зараженных в Тверской губернии. Вся информация открыта? Да, вся информация открыта. Информация поступает по линии Роспотребнадзора. И на сегодняшний день мы говорим о четырех лабораторно подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции в Тверской области. При этом под медицинским наблюдением находятся на дому либо в медицинских организациях более полутора тысяч человек. И есть люди, которые так или иначе были контактны, мы за ними наблюдаем. Они находятся все в поле зрения медицинской службы. И так или иначе мы проводим эпидемиологические расследования, отслеживаем все контакты для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции и разорвать цепочку распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день мы находимся в таком состоянии, когда у нас все случаи коронавирусной инфекции являются завозными. У нас нет внутренней передачи инфекции. Может быть такое. Может быть внутри страны. Это уже другая ступень. Я имею в виду только Тверскую область. В Тверской области у нас все случаи коронавирусной инфекции являются завозными. Местные передачи пока еще не зарегистрированы. Это хорошо? Да, это хорошо. Это говорит об эффективности тех противоэпидемических мероприятий, которые мы проводим. По своевременному выявлению и изоляции лиц с подтвержденным диагнозом. При этом, если говорить о Москве, где только за вчерашний день было более 500 человек выявлено, и всего полторы тысячи на территории Москвы зарегистрировано в случаях. То есть там, опять же, это не секрет, это информация открыта и в средствах массовой информации представлена. 20% всех заболевших это местная передача уже идет. Уже пошла местная передача. Поэтому мы говорим о необходимости ограничения контактов, необходимости нахождения дома. При этом нужно каждому для себя понять, что даже если болезнь будет протекать в легкой форме, есть риск заразить кого-то еще. Потому что каждый случай в течение месяца, если не проводить никаких мероприятий, может дать десяток новых. Поэтому здесь мы должны защитить старшее поколение. И проводим мы эти мероприятия для того, чтобы лица из групп риска, это люди в возрасте старше 60 лет, это люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системой, эндокринными заболеваниями, в частности, сахарный диабет. Мы должны их защитить, потому что они более подвержены тяжелому течению болезни. Поэтому режим самоизоляции, ограничение контактов с лицами из групп риска, чтобы их защитить. И соблюдение мер личной гигиены, которые являются средством неспецифической профилактики. Элементарно, вот помогает мытье рук после каждого посещения улицы, после контакта с людьми. И у нас телефонный звонок, говорите, в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Тамара Евгеньевна. Да, Тамара Евгеньевна, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Была информация, что... Говорите, говорите, Тамара Евгеньевна. Я сейчас выключила звук, а у вас телевидение. Была такая информация, что вот этот вирус оседает в пыли на улице. Это правда? Да, сейчас спросим. Что вы на это ответите, Александр Сергеевич? Пыль. На сегодняшний день мы говорим о том, что основным путем передачи инфекции является не воздушно-капельный даже, а скорее контакт на бытовой, то есть через руки. Мы идем в магазин. То есть даже здороваемся когда? Здороваемся. Или что-то хватаем берем? Естественно, да. Что касается воздушно-пылевого пути передачи, то в данной ситуации он менее вероятен, так как все-таки вирус гибнет в окружающей среде и не обладает стойкой жизнеспособностью, скажем, в уличной пыли, которая в любом случае подвергается воздействию солнечного ультрафиолета. И куда выше вероятность заразиться, пойдя в магазин и после того, как мы взялись за ручку двери, потереть нос или глаза, чем пройтись по улице. Да, но это не отменяет того, что улицы все-таки должны быть чистыми и пыли должно быть меньше. То есть это комфорт проживания в городе. Понятно, но то, что вы сказали про солнышко и то, что сказали, возможно, дождь прибивает от пыли, это тоже важно, это немаловажно. Погода. Ну, в любом случае, это снижает вероятность распространения инфекции, но в первую очередь мы говорим о том, что источником инфекции является больной человек. Больной человек? Не уличная пыль, а именно больной человек, который передает инфекцию через рукопожатие либо предметы общего пользования. Александр Анатольевич, вот что зависит от нас сейчас, когда наступает сухая, безветренная, возможно, погода без дождей, когда народ начнет жечь траву, это еще одна беда. Какое наказание несут людям и что сделано в регионе для того, чтобы, что называется, мимизировать потери? Ну, во-первых, сейчас уже в 17 у нас в муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим. Это первое. Второе. Сегодня состоялось заседание правительства Тверской области и принято решение обведения особого противопожарного режима на всей территории области с 1 апреля по 1 июня на два месяца. Что это за собой влечет? Во-первых, это, ну, что такое особый противопожарный режим? Это дополнительные требования пожарной безопасности, которые устанавливаются нормативным правым актом, вот как раз этим постановлением или постановлениями муниципальных образований. Это дополнительные требования, вот, за которые устанавливается также дополнительная ответственность. Во-первых, ну, скажем так, развяжутся руки у административных комиссий муниципальных образований. Они смогут сами штрафовать тех граждан, которые разводят костры, а это будет запрещено. Существенные штрафы? Штрафы существенные. Допустим, у нас штрафы на граждан до 4 тысяч рублей в особый противопожарный режим, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Поэтому, естественно, мы, ну, не карательный орган, но мы советуем всем не нарушать, исключить разведение костров. Когда идет стеной огонь, ведь это же могут сгореть, сколько домов уже сгорать, это опасно для жизни. Естественно. А если огонь, не дай бог, перейдет на постройки, это уже другая ответственность, это уже уголовная ответственность. Тем более мы говорим с учетом того, что у нас сейчас люди на самоизоляции, если, конечно, кто-то, вот, находясь на даче или в деревне, захочет это сделать, если установится погода. И в особый противопожарный режим, вот, что сейчас, вот, актуально, будет введены ограничения на посещение лесов граждан, на посещение каких-то других, там, допустим, заповедников отдельных территорий. Уже введены запреты на охоту, вот, будет ряд других ограничений. То есть это все, опять же, будете контролировать. Да, мы это все будем контролировать. Это, естественно, это, ну, скажем так, в том числе и на развитие коронавирусной инфекции, это должно, ну, остановить в какой-то степени развитие данного вируса. Вот, вот, уже сейчас нами составлено более 40 протоколов, возбуждено более 40 иных административных дел. Мы направляем всю информацию в прокуратуру о соблюдении, либо не о соблюдении требований пожарной безопасности гражданами, администрациями, должностными лицами сельских поселений. Вот, мы проверяем все муниципальные образования, у нас выезжали комиссии, продолжают выезжать, вот, по определению готовности к пожароопасному периоду 2020 года. Значит, мы сейчас говорим, соблюдать, опять же-таки, с вашей стороны, соблюдать все, что приписано законом, чтобы не было беды. Александр Сергеевич, вам вопрос, который многие, вопросов сейчас много, потому что неизвестно, что происходит, да? Прививки, которые делались, сезонные прививки, они каким-то образом оберегают организм? Те же самые против гриппа? Естественно, прививка, которая была сделана перед началом сезона ОРВИ и гриппа, она эффективна, и она эффективна против вирусов гриппа. Гриппа А, гриппа Б, которые до сих пор еще на нашей территории присутствуют. И эпидемический сезон по гриппу ОРВИ еще не закончен. Что касается всех остальных прививок, у нас есть национальный календарь профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Соответственно, в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, вакцинация взрослых плановая у нас прекращена на основании информации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Но при этом плановая вакцинация детского населения продолжается, потому что мы не можем ломать схему вакцинации ребенка. В противном случае мы можем получить осложнение по ряду других инфекционных болезней. То есть это все равно вакцина, это защита, которую мы прививали, и на свою бытность прививали, это защита уже организма? Конечно, это защита организма от той инфекционной болезни, против которой эта вакцина действует. Вот почему мы говорим, что сейчас у нас коронавирусная инфекция управляется только противоэпидемическими мероприятиями, а не имеет специфической профилактики, потому что нет вакцины, нет возможности управлять при помощи вакцинации. То есть мы привили, скажем, 50% населения, мы получили резкий спад заболеваемости, или наоборот, не допустили возникновения этой самой заболеваемости. Поэтому сейчас ускоренными темпами идет разработка вакцины против коронавирусной инфекции, как во всем мире, так и в Российской Федерации. Уже ряд научных организаций приступил к испытанию тех, скажем, прототипов вакцин, которые уже были в этот короткий период времени созданы. Но наша задача сейчас как раз-таки именно противоэпидемическими мероприятиями управлять заболеваемостью, управлять числом новых случаев и стараться сделать так, чтобы их было как можно меньше. Помогает ли в борьбе вот в этих противоэпидемических мероприятиях наша существующая годами со времен Советского Союза санитарная служба, которая вот уже у нас есть большой опыт, и мы же предлагаем свою помощь другим странам? Что касается службы санитарно-противоэпидемической, которая создавалась в Советском Союзе, и служба, которая имеется на сегодняшний день в Российской Федерации, это в первую очередь федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, который является, можно сказать, правоприемником той системы, которая была создана, она направлена, в отличие от западных служб, не на реагирование уже на сложившуюся ситуацию, а на предупреждение. Многие говорят, что в Российской Федерации число новых случаев умышленно замалчивается. Ну вот как вот, да, вот я вот задавала вопрос, что касается нашего региона. Да, это на самом деле не так, потому что информация открыта и прозрачная, мы на сегодняшний день имеем столь малое число случаев зарегистрированных коронавирусной инфекции, потому что даже если мы говорим о том, что в стране 2300 на 140 миллионов, это все-таки достаточно низкая заболеваемость. Но чем это обеспечено? Это обеспечено тем, что Российская Федерация своевременно начала проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия. Сначала закрыв границы с Китайской Народной Республикой, ограничив сообщения авиационная, железнодорожная, наземная, автомобильная. Такие же меры своевременно стали предприниматься в отношении стран европейского региона. И на сегодняшний день, да, вот эти меры, они были эффективны. И те меры, которые сейчас вводятся постановлением регионального правительства или правительства федерального, они оправданы и они должны соблюдаться, они должны проводиться. Вполне вероятно, что в ближайшее время, может, эти меры станут куда более серьезными и более жесткими для того, чтобы ограничить распространение инфекции. Потому что в противном случае мы рискуем пойти по сценарию ряда европейских стран. Поэтому в наших руках сдержать эпидемию до того момента, когда появится вакцина, когда мы сможем эффективно профилактировать это направление. Ходит очень много слухов, ну, как всегда перед неизведанным, да, говорят, что эффективны. Проявление болезни чем-то схоже с проявлением малярии. Что эффективны лекарства от малярии, эффективны лекарства от ВИЧ. Что Вы можете сказать на эти предположения людей? Да, 27 марта Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике, лечению новой коронавирусной инфекции. И этим документом определен перечень препаратов, которые считаются эффективными и должны применяться для лечения больных новой коронавирусной инфекции. Да, в этот перечень входят и противовирусные препараты, в том числе применяемые для лечения ВИЧ-инфекции, и противомалярийные препараты. Чем это обусловлено? Это обусловлено опытом лечения атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом, которая также начала свое распространение в Китае, но это было в 2002 году. И, соответственно, опыт, который был получен при лечении больных болезнью, вызванной ближневосточным респираторным синдромом, тоже коронавирус являлся причиной этой болезни. Так вот эти препараты, они были эффективны в случае применения у больных именно в тот период. Сейчас это тот же коронавирус за небольшим изменением. То есть мы говорим о том, что на 70% он похож на все остальное семейство коронавирусов, которое насчитывает более 40 видов. Соответственно, мы говорим о эффективности тех мер, которые проводились ранее, которые проводятся сейчас, в том числе меры лечебные. Но не само лечение? Ни в коем случае не само лечение, потому что эти препараты должны назначаться по решению врача и более по решению врачебной комиссии при наличии показаний для этого. Любое само лечение, оно очревато развитием осложнений. И мы поэтому и говорим, что даже при появлении симптомов инфекционной болезни нужно обращаться за медицинской помощью с целью своевременного обследования и адекватного эффективного лечения. Вопрос, который задает многое. Можно ли заразиться повторно? Вот человек переболел, выписался, карантин прошел и снова заразился. На сегодняшний день почему-то в средствах массовой информации такие данные появляются, но как и любая инфекционная болезнь вызывает иммунитет, за исключением, наверное, ВИЧ-инфекции, так и новая коронавирусная инфекция. Она вызывает у человека, переболевшего и выздоровевшего, стойкий иммунитет. Данных о том, что люди, которые переболели и вновь заразились, их на самом деле не так много. И если это были, то были единичные случаи. Наверняка там был какой-то преморбидный фон или состояние иммунной системы, которое позволяет или, наверное, делает возможным повторное заражение. Но официальных данных о том, что люди выздоровевшие заболевают повторно, таких нет. Потому что в отличие от того же вируса гриппа, новый коронавирус не обладает столь высокой изменчивостью. То есть если грипп мутирует каждый год, поэтому мы прививаемся от гриппа ежегодно. Новый коронавирус, уже ситуация с декабря развивается. За этот период времени ученые провели анализ генетического материала вируса и не выявили такого большого количества мутаций, которые позволило бы обеспечить вирусу изменчивость, чтобы наша иммунная система не могла его распознать. То есть наш иммунитет становится эффективным по отношению к коронавирусу. Поэтому мы говорим о возможности создания вакцины, которая будет эффективна. Вакцины, я здесь упаваю на нашу науку, которая, конечно, сделала большой шаг вперед. Наши ученые ведь молодцы. Возможно, это будет очень скоро. Еще один вопрос, если коротко, чем сейчас поддержать людям свой иммунитет? И не поздно ли это делать? Надо, конечно, в течение всего года, наверное, из-за коляции принимать какие-то витамины и есть фрукты. Иммунитет поддерживать никогда не поздно. И в первую очередь для поддержания иммунитета и уровня своего здоровья необходимо соблюдать режим сна и бодрствования, спать не менее 7-8 часов в сутки, режим питания соблюдать, чтобы питание было полноценным, сбалансированным. Это все способствует укреплению иммунитета. Что касается вакцин, витамина профилактики, то здесь все-таки для того, чтобы этим заниматься, нужно проконсультироваться с врачом. Потому что любые витамины – это препараты, которые должны также по назначению врача приниматься, а бесконтрольный прием чреват осложнение. Вопрос, который задают многие – алкоголь. Алкоголь ослабляет иммунитет, и поэтому в данной ситуации все-таки, наверное, лучше воздерживаться от злоупотребления алкоголя. Чеснок? Как и другие, возможно, лимоны сейчас пропадают? Нет, есть фитосредства, которые так или иначе иммунитет наш могут подстегнуть и стимулировать к более активному реагированию на те патогенные микроорганизмы, которые могут поступать к нам в организм при вдыхании, при употреблении пищи. Но, тем не менее, все-таки основной упор нужно делать на режим гигиены труда, отдыха, питания. Что касается всего остального, то здесь очень индивидуально. Те же самые лекарственные травы, заготовки и прочее, да? Да. И березовый сок, который даст нам скоро природу. Наверное, это тоже не помешает, да? Наверное. Возможно, да? Александр Анатольевич, буквально несколько пожеланий от Вас, чтобы не было беды с другой стороны, да? Да, что вроде бы как и коронавирус с одной, и здесь пожары начинаются. Это тоже бедствие. Да, естественно, это беда сезонная у нас. Но, тем не менее, мы ее каждый год сдерживаем и сдержим, естественно, и в этом году. Но что хочется сказать? Ни в коем случае не разжигайте костры. Ни в бочках, ни на каком-то там большом расстоянии от строения, как может показаться, что это будет безопасно сейчас. Это все запрещается особым противопожарным режимом. Ограничьте, даже исключите посещение лесов, ограничьте свое передвижение в целом по населенному пункту. Ну, естественно, не посещайте места массового пребывания людей. Все это поможет не только справиться с пожаром, но и сохранить свое здоровье. И напоследок еще один совет от вас, Александр Сергеевич. Люди верят. Как вы вообще-то надеетесь на положительный исход? Уже многие ставят прогнозы, сколько это, неделя, две, два месяца, три? Надеяться на положительный исход нужно в любом случае. Но чтобы этот исход был, на самом деле, положительный и скор, для этого мы должны помочь друг другу. Мы со своей стороны обеспечиваем медицинское сопровождение. Граждане, которые нас сейчас видят и слышат, должны оставаться дома. И это будет самая лучшая помощь близким, окружающим, медикам, всем остальным. Мы работаем ради нашего населения, ради наших граждан, а ради нас граждане должны остаться дома, для того, чтобы новых случаев коронавирусной инфекции было как можно меньше. И рекомендация, конечно, это соблюдение правил личной гигиены, мытье рук, дезинфекция внутри помещения, режим проветривания, использование кожных антисептиков или антибактериальных салфеток спиртовых при выходе на улицу, при посещении магазинов. Конечно, да, большинство сейчас закрыто, но, тем не менее, магазины, которые реализуют продовольственные товары или товары непродовольственные, но являющиеся товарами первой необходимости, они функционируют. Так вот, при посещении таких объектов нужно помнить о том, что правила личной гигиены на сегодняшний день являются наиболее эффективной профилактикой новой коронавирусной инфекции. Очень важные советы и, ну, последок вопрос, наверное, многие, потому что спрашивают, как общаться с домашними питомцами, не являются ли они источником, не опасны ли они? Научных данных нет о том, что домашние животные могут являться носителями или переносчиками новой коронавирусной инфекции, но, находясь в режиме самоизоляции, мы обеспечиваем защиту не только себя, но и домашних животных. Недаром есть рекомендация, что выгул домашних животных, он, да, он должен проводиться, но вблизи... Не далее 100 метров, да? Не далее, да, определенного расстояния от дома, чтобы, опять же, минимизировать риск. И еще, так как сезон приближается, вылетают скоро мышкара, комары. Насколько это опасно может быть? Ничего они не передают вот так вот, кусая друг друга? Нет. От одного человека к другому? Нет, коронавирусная инфекция комарами не передается. Так что риск, принимаем. Значит, всего лишь навсего, да, мы обращаемся к жителям региона с просьбой, которая, казалось бы, ничего не стоит, да, сидеть дома, да? И, возможно, тогда мы сохраним друг друга, потому что реальная опасность. Да, это тот необходимый минимум, который сейчас нужно выдержать и соблюсти. Спасибо огромное, уважаемые друзья, за участие в нашей программе. Наверное, одного можно пожелать – здоровья, да? И чтобы соблюдали все меры, которые предписаны для нашей собственной безопасности. Да, совершенно верно. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания.